В эфире телевидение Электрогорска в студии с информационным выпуском новостей. Я Татьяна Пыренова. Здравствуйте. Коротко о том, что мы сегодня для вас подготовили. Новый закон. Вышел на улицу, надень маску. Набор в трудовые бригады подростков продолжается. Госантехнадзор. Очередной рейд по проверке режима самоизоляции. Стены памяти. Уникальный проект об истории войны. Окна победы. Вспомним героев. Проект ТВЛ. Взгляд поколений. Прошло уже полтора месяца, как люди сидят дома, соблюдая каникулу в связи со вспышкой коронавируса. И сейчас вступает в силу новый закон. В Московской области готовится внедрить систему обязательного ношения масок. По словам губернатора Андрея Воробьева, жители будут обязаны на постоянной основе носить маски в общественном транспорте, магазинах и везде, где человек соприкасается с другими людьми. Глава региона призвал граждан серьезно отнестись к нововведениям и надевать маски сразу же при выходе из дома. Мы решили проверить, все ли жители готовы жить по новым правилам и появились ли медицинские маски и перчатки на полках аптек и магазинов. 29 апреля министр инвестиций, промышленности и науки сообщила, что за последний месяц производство медицинских масок в области выросло почти вдвое. За перчатками я пришла и за масками, потому что я подряд три аптеки прошла. А какие можно адреса? Смотрите по Ухтомскому аптеку, потом я заходила в аптеку возле Верного и зашла сейчас сюда. А нет, вот сейчас говорите, что нет масок, нет перчаток. Зато по телевидению я слышу, во всех аптеках нет никакого дефицита. А зашла на Ухтомский магазин, в Дикси есть такой, там маска многоразовая 140 рублей, почти 150. Это разве пенсионеру можно было купить? А такие маски, вот одноразовые, значит, 350 рублей 10 штук. Ну что, скажите, пожалуйста, как с 12 числа ходить в масках постоянно? Пока мы брали интервью, несколько человек, прочитав объявление на двери аптеки, медицинских масок продажи нет, ушли искать дефицитный продукт в другие аптеки. Пять человек развернулись в дверь, где написано, что нет одноразовых масок. Собираетесь привозить? Да, будут сегодня-завтра. А по какой цене? Не могу сказать сейчас, это к директору на все вопросы. А перчатки одноразовые? Нет, уже ничего нет. Тоже будут? Будут, да. А вот до этого были, когда они у вас закончились? Ой, давно не было. Давно не было. Адрес аптек, в которых бесперебойно и недорого можно купить средства защиты, люди сообщают своим родным и знакомым. А вы знаете, как надо носить маску правильно, что ее каждые два часа надо менять? Нет, я не про это, вы спрашиваете, сколько стоит? Нет, как носить, я знаю, я меняю через полчаса, допустим. Вы говорите, сколько стоит маска? 350 рублей 10 штук. Вы это спросили? Ну, она есть в продаже, да? Ну, я, по крайней мере, купила позавчера. Маски покупали? Да. А сколько стоит? И в этой аптеке вы нашли или еще какие-то аптеки походили? Я не заходила, я сюда, мне это нравится аптека, и стоит 15 рублей, и меня это устраивает. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас в продаже маски, сколько они стоят, и бывают ли перебои? Маски есть в наличии, одноразовые по 15 рублей, многоразовые 87 рублей, перебоев нету. Как пользоваться многоразовой маской, скажите, пожалуйста? Ей можно пользоваться до трех часов, не снимая, потом стирать, проглаживать, от 10 до 50 раз можно такую процедуру проводить. К нашему сожалению, не во всех аптеках города казались в продаже маски и перчатки. Ставками нету, они постоянно поставляются нам в наличии. А по какой цене? 10 штук – 350 рублей, еще упаковки по 5 штук – 175 рублей. А многоразовые есть? Нагоразовые нет, купили последнюю час назад, но должны привезти. А перчатки? Перчатки есть, 20 рублей одна пара. Да и цены, обязательных деталей весеннего гардероба 2020, мягко сказать, кусаются. Купила вчера в магазине, там у нас в Дарце маску, она очень неудобная. Вот мне вот тут уже до такой степени уши надавило, а мужу она вообще даже никак не одевается. А сколько она стоила? 20 рублей. Одна маска. Вот я купила на всякие пожарные 5 штук, и то они очень неудобные. В аптеке нету. В аптеке нету, а это 20 рублей одна штучка. В аптеке вообще нету. Нет масок, нет масок. Молодой человек, вы без маски? Почему я без маски? Маски. В кармане маски? Конечно. А зачем мне на улице нужна? То есть вы считаете, что лишнее носить маску? Я считаю, раз сказал главврач страны, то не имеет смысла одевать ее и пачкать лишний раз. Тем более, потому что найти их, в принципе, сложновато. То есть трудно купить сейчас маски? Ну, у меня и старых запасов остались, но ребята, кто ходит по аптекам, нету, 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 нету. Либо, вот как женщины говорят, за бешеные деньги. Поштучно. Кому как повезло. Еще совсем недавно и маски, и перчатки считались копеечным товаром. Я не в аптеке покупала фикс прайс еще давным-давно. За 18 рублей 5 штук. С 12 мая без маски и перчаток нельзя будет зайти не только за продуктами или в аптеку, но и также в другие магазины и организации, которым разрешили работать. Наличие есть в маске? Да, маски есть в наличии. Есть наборы «Сделай сам маски». Есть еще такие у нас рулоны, тоже можно сделать сами масочки. Ну и периодически поступают маски в продажу, конечно. А по какой цене последний раз? Набор был одноразовых масок, 149 рублей 5 штук. А перчатки есть? Перчатки есть в наличии тоже. 55 рублей 10 штук, таких тонких. И резиновые перчатки, либо... Хозяйственные? Хозяйственные, да. Вообще вот ожидается в ближайшее время опять поступление масок? Да, все приходит, периодически все приходит, конечно, но все раскупается очень хорошо. Быстро, да, люди? Да, да, да. Но к 12 числу вы готовы? Да, у нас продаются маски, на кассе мы предоставляем, так как одноразовые упаковочки 10 штук продаются. И так же и вот такого плана. Все у нас имеется. Также приходят перчатки. Раскупают достаточно очень быстро, но с каждым разом с поставочкой все равно они приходят, предоставляются. Мы информируем покупателей о том, что с 12 числа вход строго с масками, в перчатках, все доносилось, как только поступило распоряжение. Проверять будут в автобусах, маршрутках, на станциях электричек. Штрафы обещают солидные. 4 тысячи за маску. Вы в курсе, что с 12 числа магазин без масок и перчаток нельзя будет ходить? С 12-го, да. А вы запаслись уже масками, перчатками? Естественно, естественно. И масками, и перчатками, все в машине. То есть пока вы не носите? Нет. Скажите, пожалуйста, у вас есть маски одноразовые в продаже? Да, есть маски по 42 рубля, правда? Штука, да? Штука, да. Ну, сегодня наши начальники вышли на другого поставщика. После обеда ожидается, значит, где-то, наверное, 500 штук, и цена будет поменьше, где-то рублей 35. Пока что жду накладные, пока их нет. Будет подешевле. А перчатки одноразовые есть? Перчатки есть, перчатки у нас размер М, значит, 19-20 пара. Есть мужской вариант, вот такой. Вот такой, но это уже, конечно, подороже. Это вот 41-20, это вот такая вот девяточка, размер девяточка упакована. На большую руку, да? Да. Пока не все магазины ждут своих покупателей с распростертыми руками. И не предлагают купить маску прямо на входе. У вас есть какие-то инструкции для того, чтобы не пропускать покупателей в магазин без масок? Вообще, вот, как бы, до 11-го числа мы рекомендуем, а с 11-го числа у нас строго есть инструкция, что мы без перчаток и без маски не должны пропускать покупателей в магазин. И сейчас вот приходят, я многие предупреждаю, как бы, чтобы заходили в масках и перчатках. А вот с 11-го строго, с 11-го строго масках и перчатках, чтобы заходили. Есть сейчас продажи маски в одноразовую? Сейчас нету, но я могу посмотреть, вот приходит, машина пришла только. Вообще были, но мы продали все. А по какой цене продавали? Так, были 10 штук, по 299 рублей у нас были они. А давайте посмотрим, долго это вот, если посмотреть. Нет, нет, нет. Через несколько дней аргумент, что масок нет или они дорогие, приниматься не будет. Да, где вы получили одноразовые маски? Волонтеры принесли. Спасибо Семенову. А как они узнали, что вам нужны маски? Ну, я написала, спросила в личное сообщение, вам что, маски нужны? Я говорю, да. Ну, пишите тогда, как телефон вам принесут. И мне на следующий день, он написал, что, ну, вечером написал, что завтра вам волонтеры доставят. И они мне в следующий день вечером принесли. Позаботьтесь о себе и своих близких. Вспомните о рекомендациях врачей. Чем больше людей выйдет из дома в маске, тем быстрее удастся остановить эпидемию. Занятость подростков в летний период – одна из наболевших проблем нашего города. Электрогорский дом молодежи при поддержке администрации города помогает решить этот вопрос, ежегодно организуя трудовые бригады. И вот, объявленный 8 апреля прием заявок в молодежно-экологические трудовые бригады продлен. О том, как проходит прием заявок, где будут работать ребята, смотрите в нашем сюжете. По целевой муниципальной долгосрочной программе оздоровления, отдыха и летней занятости на совершеннолетних ежегодно в городе создаются две трудовые смены для ребят старше 14 лет. Для них и их семей работа в трудовой бригаде становится неплохой материальной поддержкой. Работа подростков построена в соответствии с требованиями охраны труда несовершеннолетних, и для них предусмотрены особые условия. Ребята работают всего 4 часа в день, но от этого их труд не становится менее заметным. Каждая смена длится один месяц. Причем, согласно правилам, один ребенок в бригаде может работать только один месяц. На второй его уже не возьмут. Многим бы хотелось поработать еще, но правила нарушать нельзя. Молодые электрогорцы занимаются благоустройством парков, скверов, городских улиц, убирают мусор во дворах, смет с дорог, подметают подъезды, пропалывают и поливают клумбы. В этом году для нас немножко не свойственно прием заявок в трудовые бригады, потому что в этом году нам приходится принимать их в электронной форме. Ребята, даже и родители немножко не привыкли к такой системе, поэтому в этом году мы решили продлить прием заявок до 17 мая. На сегодняшний день нам поступило 98 заявок различных. Очень много детей из многодетных семей и неполных. После 17 мая мы будем уже отсматривать заявки, которые нам прислали ребята, и в индивидуальном порядке будем их прорабатывать и работать с детьми. Электрогорцы работают по договору с организацией МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство». Многие из ребят работают в экологических бригадах, начиная с 14 лет. Напоминаем, что заявки на включение в бригады могут оставить молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет включительно. Количество мест ограничено. В первую очередь учитываются рекомендации комиссии по делам несовершеннолетних, рассматривается состав и социальные характеристики семьи, предпочтения и запросы организаций, на базе которых работают несовершеннолетние, личностные качества подростков. Предварительную заявку можно заполнить в электронной форме, пройдя по ссылке, закрепленной в группе «Дом молодежи» в социальной сети ВКонтакте. Близится празднование 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Кульминацией торжеств должны были стать военные парады, бессмертный полк и салют. Однако ввиду пандемии коронавирусной инфекции в порядок празднования внесены существенные изменения. В этом году 9 мая парад состоится в урезанном формате. Но даже, оставаясь дома, можно принять участие в массовом празднике. 9 мая в 22 часа в знак памяти зажгите в своих окнах фонарики победы. Источником света могут быть бытовые фонари, фонарики телефонов, настольные лампы. Пусть мы не можем выйти на улицу вместе с бессмертным полком, но мы можем одновременно зажечь свет нашей памяти и нашей благодарности 9 мая в День Победы. А сейчас вашему вниманию мы представляем второй выпуск нашего уникального проекта «Взгляд поколений». Что такое война? Война – это самое страшное зло на земле. Гибель людей. Это упущенные возможности у людей. Их не учат, не лечат, только убивают. Это зло. Дай бог, чтобы его не было никогда. Бомбежка, прятки и в стогах сена, и везде. Война – это страсть. Это страсть людская. Бомбежки, выстрелы. Мы не были никогда спокойны. Мы когда бегали в бомбоубежище с этими рюкзаками, и в сапогах, мы все во всем ложились в кровать. А потом, когда передавали по радио воздушные тревоги, бегали в бомбоубежище. Война – это не дай бог никому, я вам говорю. Война – это когда люди защищали нашу Родину. Это когда наши солдаты пытаются победить нашего врага. Это когда человеки погибают. Что такое боль, слезы, потери? Боль, слезы – это утрата родных, это похоронка на отца, смерть сестры, гибель дорогих людей. Самая страшная боль. Страх и потери – это вот как будто оторвали от тебя что-то и выкинули. Вот это вот потери и боль. А боль от того, что вот такая война была. А вы знаете, что боль? Болит, когда и на нервной почве, и все, люди пережитые. Потеря – это когда люди потеряли своих близких. Слезы – это когда во время войны все плакали и теряли своих близких. Это когда человек погибает, и близкие волнуются за него. Это когда человек скучает по другому человеку, от того, что мне было больно. Это когда близкие теряют своего человека. Кто такой герой? Герой – это который упал, упал, но поднялся и двигается вперед. Ну, герой тот, который защищал нас, вел вперед на бой, на сражение герой. Герои – наши отцы и деды, кто участвовали и сделали победу. Вот эти вот герои все. Герой, ну, герой, который страну защищал. Вот, жизни свои отдали герою. У меня тоже два брата и отец не вернулись с фронта. Вот. Миссеры кружили, люди падали. Что? Герои кто защитил? А многие даже документы себе подделывали. И не были, а были изменником Родины. Герой – это такой человек, который спасает, например, ребенка. Человека. Мой прадедушка тоже был героем. И он в войне сделал два подвига. Один спас товарищей, а другой спас Родину. Это солдат, который защищает свою Родину. Трудно ли быть героем? Ну да, героем быть трудно, конечно. Трудно, но необходимо. Я считаю, что это наш народ, весь герой, который победил в войне, он герой. Конечно. Но тот герой, который воюет, он не замечает, трудно ему или нет. Он дает себя умереть, но победить. Как он, конечно. Ему было трудно, но он осознавал тогда, когда уже шел на отдых. Конечно, тяжело. Но отдавали свою жизнь люди. Я думаю, да. Потому что нужно спасать. Еще и в войне. Да. Потому что надо вырезать. Надо убить своего врага. И постараться самому не умереть. Для чего нужен мир на земле? Мир нужен для созидания, процветания, движения вперед, достижений, улучшения жизни людей. Мир – это самое главное в жизни. Для чего, чтобы не было вот такой войны? Я вот ничего, кажется, не боюсь там. Что для меня сейчас страшно? Ничего. Ну, лишь бы не было войны. Чтобы солнце светило и люди работали, радуйтесь. Солнце светит, луна. Все хорошо. Идите, работайте, отдыхайте. Чтобы дышать. Чтобы в нем жили мы. Они любят делать поделки. Играть на улице. И они еще дышат свежим воздухом. Чтобы жить. Хорошо, чтобы солнце светило. Самое главное – это мир над головой. Мирного неба над головой. Мир в своих семьях. Благополучие всегда и везде. Здоровье. Любви. Каждому человеку в целом я пожелала бы крепкого здоровья всем. Чтобы никогда не было на нашей земле войны такой, какая была. Здоровье, благополучие. Чтоб люди так не страдали. Ну, чтоб жили спокойно. Пускай душа не знает холода. Как ясный день, как сад в цвету. Пусть будет сердце вечно молодо. Добром встречайте доброту. Уважаемые абоненты кабельного телевидения. В праздничные дни 9, 10, 11 мая у нас выходные дни. Прием платежей будет осуществляться с 12 мая в обычном режиме. С 9 до 17 часов с перерывом на обед. С 13 до 14 часов. Если у вас есть возможность оплатить услуги онлайн, смотрите инструкцию на экране. Оплатить услуги кабельного телевидения можно онлайн. Для оплаты по QR-коду выполните три простых шага. Откройте приложение вашего банка. Найдите вкладку оплаты по QR или штрих-коду. Отсканируйте QR-код и не забудьте указать адрес, по которому оплачиваете услуги кабельного ТВ. Продолжение следует... Несколько лет назад инициативной группой из подмосковного Орехова-Зуева был создан проект «Стены памяти». Это уникальная возможность ближе познакомиться с историей войны, величайшим вкладом нашего народа в победу и узнать о подвигах, которые совершили деды-прадеды в годы войны. Подробнее в материале наших корреспондентов. «Стены памяти» – проект, посвященный трудовой доблести и славе в Великой Отечественной войне. Этот проект о героизме тружеников тыла. Основная его цель – увековечить память о местах трудовой доблести, в стенах которых создавалась мощная поддержка для фронта в Великой Отечественной войне. В прошлом году данный проект прошел в финал конкурса от Роспатриотцентра и выиграл грантовую поддержку от Росмолодежи на реализацию данного проекта. Суть проекта является в увековечивании памяти объектов, которые в годы Великой Отечественной войны помогали из тыла фронту. То есть это различные оборонные предприятия, госпитали и прочие места. В рамках данного проекта мы делаем единую базу объектов в интернете на сайте memorywalls.ru и таблички, которые с QR-кодом будут ввести на сайт, где человек может пройти, отсканировать и узнать о том, что находилось в данном месте. Сегодня участники проекта передали три уникальные таблички, которые будут установлены на стенах торфопредприятия ГРЭС-3 и на мемориале ПАСЭМ-22. Сейчас мы передаем первую табличку Владимиру Геннадьевичу. Владимир Геннадьевич установит эту табличку на стене предприятия. Имени коллектива предприятия «Элемет», являющегося преемником торфопредприятия имени Класона, хочу поблагодарить за оказанную честь получения такой мемориальной таблички на наше предприятие. Спасибо большое для молодежи, для подрастающего поколения. Это будет достаточно серьезным показателем о том, что мы помним подвиги наших дедов, отцов, матерей для воспитательного процесса. Спасибо большое. История строга к тем, кто не помнит ее уроков. Именно поэтому создатели проекта решили научить стены говорить. Современный мир, современные технологии, используя новые возможности сохранить историческую память, мы хотим, чтобы она стала неотделимой частицей каждого живущего в наши дни и никогда не прервалась связь поколений. В Электрогорске состоялся очередной рейд сотрудников Госантехнадзора совместно с представителями полиции с целью проверки соблюдения режима самоизоляции граждан и организации работы юридических лиц. Подробнее нам рассказал начальник территориального отдела номер 14 Госантехнадзора Московской области Артем Гальченко. Инспекторским составом особое внимание обращалось на соблюдение гражданами и организациями тех правил и ограничений, которые предусмотрены на текущий момент режимом повышенной готовности силы средств, направленных на нераспространение COVID-19. С людьми проводились профилактические беседы. Инспекторы указывали на необходимость находиться по месту проживания за исключением случаев похода в аптеку, магазин, медицинское учреждение или в иглу домашних животных, а также следования к месту работы. Здесь внимание обращали на наличие надлежащим образом оформленного электронного пропуска для использования на личном или общественном транспорте. А вот тех, кто не оформляет пропуска и просто гуляет, наказывали уже рублем. Я понимаю, что на текущий момент немало скептиков найдется, которые считают, что данные требования не обязательно для них в исполнении. Поэтому, в свою очередь, я бы порекомендовал им все-таки по возможности пообщаться с сотрудниками медицинских организаций, либо с сотрудниками скорой помощи и услышать их. Люди, которые на текущий момент работают, я думаю, что на предель всего физических возможностей. Но от себя хотел бы заметить, что за несоблюдение данных требований предусмотрено для граждан штрафные санкции в размере 4 тысяч рублей. В целом комиссия оценивает обстановку на улицах города как стабильную. Граждане соблюдают правила самоизоляции и выходят из дома только по крайней необходимости. Однако, встречаются и злостные нарушители. Я из общения с гражданами вижу, что большинство относится к лояльности с пониманием. Действительно, как бы реагируют оперативно. Да, мы здесь принимаем это во внимание, проводим прохладческую беседу и, в общем-то, ограничиваются. Но есть, конечно, злостные нарушители, особенно в части групп лиц, компаний, которые позволяют себе и спортивные напитки где-то распивать, где-то шелуки жарить. Я все понимаю прекрасно, что очень хочется. И нам, мы тоже люди, мы тоже этого хотим. Но необходимо набраться терпения и в такой сложности всех ситуаций все-таки соблюдайте все правила. Еще раз настоятельно рекомендую всем находиться дома, даже под счетом приближающихся больших праздников, без острой необходимости не покидать места проживания. Соблюдать дистанцию в полтора метра социальную, ну и, конечно, носить маски, особенно в местах общего пользования. Близится значимая дата. 9 мая страна будет отмечать День Победы. Как правило, в майские праздники велик соблазн отправиться на пикник или шашлыки. Но инспекторы Госантехнадзора призывают граждан к сознательности и уважении друг к другу. В предстоящих праздниках 9 мая, 10-11 сотрудниками Госантехнадзора также запланированы совместные рейды по проверке режима правил ограничения самоизоляции. Надеюсь, что граждане у нас отнесутся с максимальным пониманием ко всем этим вопросам и не позволят себя выходить без острой нужды на территорию, на улице. Завершение выпуска о погоде. В Панмосковье в праздничные дни пройдут небольшие дожди. Дневная температура не превысит 15-16 градусов тепла. В воскресенье начнется потепление и к понедельнику до плюс 22. Затем столбики термометров резко пойдут вниз. Во вторник уже только плюс 12. На этом у нас все новости. На сегодня выпуск готовили Анна Вязгина, Дмитрий Морозов, Кирилл Чиняков, Ольга Костина, Александр Суслов. В студии была Татьяна Пыринова. До новых встреч. Оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова